Объединенные Арабские Эмираты ждут роста турпотока из России. Об этом говорили на заседании межправительственной комиссии в Абу-Даби. Впрочем, туризм это лишь одно из направлений, по которым планируется развивать сотрудничество. Сельское хозяйство, транспорт, энергетика. О проектах в этих отраслях расскажет Артем Емщиков. Завершилась пятая межправительственная комиссия России и Арабских Эмиратов. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и его эмиратский визави глава МИД Шейх Абдалабен Зайд Аль-Нахаян в этом зале подписали итоговый протокол. Очевидно, между участниками комиссии сложились стратегические отношения. Основные направления сотрудничества это космос, энергетика, сельское хозяйство и телекоммуникации. Восток дело тонкое. Бедные почвы эмиратов оказались богаты нефтью. Как итог, доходы на человека за четверть века выросли с 5 до 30 тысяч долларов. При этом регион заинтересован в поставках сельхозпродукции. Местные тут в основном только финики, так что подмосковные помидоры и картофель уже скоро могут занять место на эмиратских прилавках. Если арабский бизнес туда зайдет, то это будет непосредственно с вывозом на территорию Объединенных Арабских Эмиратов продукции. Мы к этому готовы. Я думаю, то, что мы будем выращивать, будет также и на территории Российской Федерации употребляться, и вывозиться на территории Арабских Эмиратов. Но не овощами едины. Совместные фонды уже вложились в российские дороги. Москва-Петербург, Беларусь и ЦКАД. С компанией Росети строят интеллектуальные линии электропередач. Они сэкономят бюджет до 15% электроэнергии. А широкополосный интернет, в который инвестирует фонд Мубудала, покроет сетью даже отдаленные регионы. Коллеги в основном сегодня инвестируют в наши крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Но вот с учетом подписанного соглашения по развитию космического направления, будет в том числе и развиваться и научно-техническая составляющая, которая даст дополнительный импульс в дальнейшем по уже такому индустриальному развитию, которое сегодня на повестке дня. Арабские фонды автоматически соинвестируют в каждую сделку российского фонда прямых инвестиций. Объем средств – 7 миллиардов долларов. В приоритете производства комплектующих, финансовые услуги, энергетика и бизнес-аутсертинг. С Россией Эмираты связывают отношения партнерства. Они динамично развиваются. Мы фиксируем увеличение инвестиционной активности наших стран. И то, что делает с нашей стороны компания Мубудала, и российский фонд прямых инвестиций – прямое тому подтверждение. В числе партнеров эмиратских компаний – Росатом, Объединенная зерновая компания и Росгеология. Причем совместные инвестиции вышли за пределы двух стран. Москва, Абу-Даби и Каир прорабатывают проект совместной финансовой платформы объемом более 5 миллиардов долларов. Одна из таких сфер – это совместное инвестиционное сотрудничество, будь то из России в Египет или наоборот. Сейчас один из проектов, который на стадии обсуждения – это участие России в промышленных зонах. Одна из них в районе Суэцкого канала, а другая – недалеко от АЭС ДБА. Кроме Египта, у России и Арабских Эмиратов в регионе совместные проекты в Мозамбике, Зимбабве, Латинской Америке, на Кубе, в Азии, в Пакистане. Чтобы координировать работу и нарастить приток инвестиций, еще предстоит отладить логистику и механизмы работы в совместных фондах. А это уже заявка на финансирование крупных космических проектов, считают эксперты. Артем Емщиков, Артур Нурмахаметов, Александр Беглариан, Вести, Абудабе.